Дорогие друзья, сегодня в нашем кластере лучевая диагностика достаточно хороший день. Уходит 19-й год, начинается 2020-й, и мы получили от Аккорты Плюс вот такой прекрасный переносной прибор. Видите, технологии ультразвука становятся мобильными. И теперь мы открываем новый проект, где в реальном режиме времени мы будем говорить о каких-то клинических ситуациях и показывать возможности вот такого переносного прибора. Дорогие друзья, сегодня у нас крайне знаменательное событие. Сегодня мы получили прекрасный ультразвуковой сканер Микрос. Видите, какой он маленький, со стандартным датчиком, с хорошей визуализацией. Сейчас наши сотрудники тестируют этот прибор. С легкой руки Аккорты Плюс Ильи Владимировича Портнова мы получили этот прибор на клиническую апробацию. Надеемся, он нас не подведет. Илья Владимирович, спасибо большое. Вользуйтесь на здоровье. Дорогие друзья, сегодня у меня в руках прекрасная книга «Основы менеджмента медицинской визуализации». Большой коллектив авторов. Эта книга в 2020 году у нас выходит основным тиражом. И здесь основные регламентирующие документы по нашей мультимодальной лучевой диагностике. Все, что касается ультразвука, здесь, вот здесь красная закладочка, и указано три типа ультразвуковых приборов, которые должно иметь современное отделение лучевой диагностики. Это универсальная система, вот она у нас здесь присутствует. Это мобильная кардиологическая система, которая должна быть специальными датчиками, фазированными датчиками и датчиками эндосонографическими, трансосфегиальными. И теперь мы имеем мобильную систему, которая позволяет работать ультразвуку в режиме фаст. И у нас открывается новый проект в нашем кластере лучевой диагностики в Смоленске с прекрасным коллективом молодых радиологов, где мы будем в онлайн таком режиме показывать вам реальную клиническую практику, реальную диагностику. Где на реальных клинических случаях мы покажем возможности вот такой переносной системы в режиме фаст исследования. Следите за нами внимательно. Сегодня я буду показывать вам несколько клинических примеров на этой мобильной системе. Так, коллеги, я в сам попускнике, смотрю по фаст у пациента с тупой травмой живота, упал с высоты. Смотрите, желчный пузы с перегибом, немножко тоничный печень. Сейчас я должен выйти на карман Марисона, посмотреть нет ли там по печеночной жидкости. Вот почка правая, ушиб есть, лоханка чуть подрасширена. Вот сейчас она мелькает у нас, вот она. И чашечка немножко, видите, такой незначительный гидроколикоз. Следующий видеофрагмент. Мы смотрим эпигастральную область. Видите, я ввожу головку, тело поджелудочное. Видна хорошо нижнеполая, брюшное отдело орты, левая доля. Видите, мы ищем нет ли в подпеченочном пространстве свободной жидкости. Вот на 9 часов виден желчный пузырь. Визуализация достаточно хороша, даже верхняя брюшечная артея достаточно хорошо видна. И вот сейчас членный ствол. Так, напоминаю осмотр по фасту. Сейчас мы смотрим левый боковой канал. Видите, я ввожу селезенку, смотрю внимательно под диафрагмальное пространство. Нет ли здесь жидкости. И признаков подкапсульного накопления жидкости, то есть первой фазы разрыва селезенки. Вот здесь левая почка. Малый таз мы покажем вам в следующем клиническом примере. Здесь нет жидкости. А теперь небольшое дополнение для продвинутого пользователя. Видите, мы сделали стоп-кадр. Обратите внимание, от ворот селезенки вы идете к нижнему полюсу. Видите, такая гипоэхогенная непонятная полосочка. Что это? Жидкость или это такой вот поверхностный сосуд? Да, нам не хватает цветного доплера. Сейчас бы я нажал бы кнопочку, и было бы и понятно. Но для большого количества жидкости это такой сомнительный момент. Есть жидкость, вот эта маленькая, именно маленькая, следы ее, или это все-таки сосуд? Вот здесь нужно понаблюдать. Здесь мы должны освоить это дело, обговорить, скажу так, это дело с клиницистом, и определиться, когда мне еще нужно будет пересмотреть. Минут через 30-40. Минут через 30-40.